Тренируешься, но твои мышцы не растут? Пытаешься правильно питаться, но жиры не спешат покидать твой организм? В чем причина отсутствия прогресса в твоих тренировках и отсутствия результата от грамотного, как ты думаешь, питания? Причина всему инсулин. Инсулин самый мощный анаболический гормон. Он поставляет питательные вещества мышечным клеткам и жировым клеткам. Если ты не понимаешь принципов тренинга, основных принципов питания через призму инсулина, то ты просто тратишь время попусту. Ты не умеешь направлять питательные вещества в мышечные клетки и блокировать поступление питательных веществ в жировые. Хочешь научиться этому делать? Смотри данный ролик. После изучения данной информации перед тобой будут открыты все карты. Ты будешь знать, как правильно питаться, как принимать правильно спортивные добавки. Самое важное, когда это делать. И, конечно, будешь смотреть на свои тренировки совсем по-другому. Не только на силовые тренировки, но и на кардио. Вперед! Сейчас сделай звук чуть-чуть потише, потому что пойдет мощная заставка. В прошлом выпуске, друзья, мы узнали о гликемическом индексе и гликемической нагрузке. И сегодня мы поймем, почему нельзя ориентироваться только на эти два понятия. И почему нам с вами так необходимо понимать, что такое инсулиновый индекс. Перейдем непосредственно к нему. Инсулиновый индекс реально поможет нам похудеть, набрать мышц и просто выглядеть лучше, чувствуя себя хорошо и здорово. Я уже говорил, что инсулин – это гормон, который накапливает жир на случай голодовки в жировых депо. И отправляет питательные вещества внутрь мышечных клеток. И умелое манипулирование инсулином может дать нам супер-возможность, супер-способность корректировать и направлять его возможности на уменьшение накопления жировых отложений и увеличение мышечной массы. Помимо косметической непривлекательности, повышенный уровень инсулина приводит к диабету второго типа и к ожирению. Гликемический индекс, как мы уже знаем, показывает, как быстро повышается сахар крови от приема углеводов, повышая тем самым выброс инсулина. Но выброс инсулина зависит не только от уровня сахара крови. Продукты сами по себе могут вызывать выброс инсулина. Для этого и ввели понятие инсулинового индекса. Постоянный уровень концентрации глюкозы в крови поддерживается гормонами поджелудочной железы – инсулина и глюкогона. Инсулин – это гормон белковой природы, образующийся бета-клетками, так называемых островков поджелудочной железы. Интенсивность выделения инсулина зависит от многих факторов, но прежде всего от уровня глюкозы – сахара крови. Действие инсулина направлено на то, чтобы снизить содержание глюкозы в крови, усиливая для нее проницаемость клеточных мембран различных тканей. Биохимия нашего организма устроена так, что как только в кровь попадает сахар, глюкоза, повышается и уровень инсулина. Утилизация глюкозы должна происходить непосредственно в клетках организма. Давайте поговорим конкретно об инсулине. И почему нам всем так важно знать его и понимать от «а» до «я». И когда я говорю «всем», то имею в виду реально всех людей. Не только тех, кто занимается бодибилдингом, похудением в чистом виде. И вообще не только спортсменам. Но и всем простым людям, посещающим и не посещающим тренажерные залы. Просто всем нам, кто хочет быть здоровым, чувствовать себя здорово и здорово. Мы все должны понять, что инсулин, как я говорил уже неоднократно, самый сильный анаболический гормон. Именно инсулин доставляет и наполняет мышечные клетки питательными веществами, стимулируя их рост. Но инсулин также наполняет и жировые клетки. И если бездумно стимулировать выброс этого гормона организмом или вводить его извне, то это приведет только к ожирению и ухудшению внешнего вида и здоровья в целом. Теперь вы понимаете, почему многие, кто пытается использовать инсулин для набора мышечной массы, получают крайне отрицательные результаты. Мышечная масса не увеличивается, а жир накапливается. Причем такой жир, от которого потом крайне сложно избавиться. А при неграмотном использовании инсулина здоровым человеком, это, как вы знаете, приводит к смертельным случаям. Так как же управлять инсулином, чтобы получать от него только пользу? Когда все питательные вещества будут отправляться в мышечные клетки, и мы будем становиться эстетичнее, здоровее? А жировые отложения не будут накапливаться вовсе, только уменьшаться, усыхая в жировых депо за ненадобностью. Звучит как фантастика и мистика, но, друзья, это возможно, хотя и не очень просто. Если мы едим, а все мы едим, то инсулин будет выделяться. Поэтому его нужно не избегать, а научиться контролировать и управлять им. Пытаясь избегать инсулин, мы потеряем все его анаболические приятности. Накапливать питательные вещества в мышечных клетках. И тогда смысл тоже теряется. Для простого, но супернаглядного примера вспомните людей, страдающих диабетом первого типа, у которых не вырабатывается инсулин организмом. И если они его не получают изне, то просто умирают. Выводы следующие. Нам нельзя отказываться и избегать инсулина. Но также нельзя, чтобы он был у нас постоянно на высоком уровне. Оба варианта ведут только к вороху проблем со здоровьем. Но когда инсулина в крови постоянно много, это может привести к резистентности к инсулину. Это когда мышечные клетки не сохраняют питательные нутриенты. Мышцы теряют волокна. Соответственно, мышечная масса резко сокращается. А жир как раз таки наоборот. Начинает набираться. Это опять таки известная многим нам картина. Качаемся. Вроде бы правильно питаемся. Но результата нет. А иногда даже отрицательный результат. Эта пропорция работает в обе стороны, друзья. Больше жира, меньше мышц. Больше мышц, меньше жира. Вот что нам необходимо осуществить, чтобы научиться с помощью инсулина наращивать мышцы и сжигать жиры. Первое. Повысить чувствительность инсулина в мышечных клетках. Второе. Понизить эту чувствительность инсулина в жировых клетках. И третье. Полностью контролировать выброс инсулина в течение суток. Нечувствительность клеток к инсулину называется резистентностью. Это очень плохо. Ибо клетки перестают воспринимать инсулин. И организм начинает выделять его все больше и больше. А дальше вы уже сами понимаете, к чему это приведет. Что интересно, при таком раскладе чувствительность к инсулину теряется больше всего именно в мышечных клетках. Инсулин не просто доставляет питательные вещества к клеткам, как могут подумать многие. Нет, друзья, он выполняет куда более сложную функцию, работая как ключ от всех дверей. Потому что клетки просто так ничего в себя не пропускают. Вот поэтому мы и будем стремиться повысить чувствительность мышечных клеток к инсулину. Чтобы даже незначительное его выделение провоцировало в организме пополнение питательными веществами именно мышечных клеток. На чувствительность к инсулину можно влиять не только с помощью питания, но и с помощью упражнений и некоторых добавок. Силовые тренировки, так же, как и кардио-тренировки, могут при грамотном подходе значительно повысить чувствительность к инсулину в мышечных клетках и сократить ее в жировых. Супер популярные диеты, когда вы существенно понижаете в своем рационе углеводы, но повышаете жиры, сильно понижает чувствительность к инсулину, именно по этой причине я давно отказался от подобных диет. И рекомендую всем своим клиентам только чередование БЖУ. Без углеводку применяем только максимум на две недели, непосредственно перед соревнованиями. Но это касается только выступающих спортсменов. Обычным людям это противопоказано. Ибо вы сами видите, как из-за подобных манипуляций с углеводами и полного отказа от них, вы не только восстанавливаете все свои жировые запасы до начала диеты, но даже превосходите их после возвращения к обычному своему рациону. Теперь вы понимаете, почему так происходит и что нужно делать. Обращаю ваше внимание на такие добавки, как омега-3,6,9, хром, БЦА могут повысить чувствительность к инсулину. А добавление клетчатки в дни, когда вы сокращаете потребление углеводов, поможет сохранить чувствительность к инсулину. 600 мг альфа-липовой кислоты и концентрированный рыбий жир, содержащий 6-10 мг ДХА и ИПА, это наиболее активные омега-3 жиры в рыбьем жире. Обращайте внимание свое в первую очередь именно на эти показатели и на эти добавки. 40-50% от дневного рациона должны составлять углеводы, плюс такое же количество белков. Что же касается жира, то его должно быть не больше 20%, но и не меньше 10% от дневного рациона. Источниками углеводов должны быть всеми нами любимая овсянка, макароны из твердых сортов, цельные крупы, овощи и фрукты. Источниками белка, куриные и индюшачьи грудки, рыба, яйца, говядина, баранина. Комплексные протеиновые напитки. Жиры лучше всего получать из оливкового и льняного масла, также из масла виноградных косточек и из орехов. Сейчас же, друзья, давайте перейдем к анаэробным и аэробным тренировкам. Именно как к стимулу к повышению или понижению чувствительности к инсулину. Вы знаете, меня постоянно критикуют за то, что я настоятельно рекомендую ограничивать время силовых тренировок временным промежутком в 50 минут. Естественно, плюс время, необходимое на разминку и заминку. До и после силовой тренировки. Надо отметить, что критикуют только безграмотные люди и в основном те, кто начинают химичить раньше, чем пришли в спортзал. Также я постоянно говорю о вреде классического кардио и рекомендую использовать его только в качестве той же разминки и заминки к силовой тренировке. И никогда не советую, а запрещаю своим ученикам делать его после силовой тренировки. Я рекомендую вообще избегать классического кардио и выполнять вместо него интервальное 20-минутное кардио в отдельный от силового тренинга день. Все мои рекомендации, касающиеся кардио, относятся только к натуральным атлетам. Юзеры фармы могут пропустить информацию мимо ушей, но только о кардио, ибо все остальные рекомендации касаются всех без исключения. Изучив данную информацию, вы, наконец-то, те, кто до сих пор был не согласен с моими рекомендациями, поймете и осознаете всю важность этих вопросов и почему мои рекомендации именно такие. Конечно, если вы внимательно изучите инсулиновый индекс и его влияние на наш организм, непосредственно на рост массы мышечной и понижение жировой. Силовые тренировки день через день-два лучше всего повышают чувствительность к инсулину в мышечных клетках, одновременно понижая ее в жировых клетках. Тренировки, силовая часть которых длится не больше 50 минут. Ибо после этого времени чувствительность к инсулину понижается в мышечных клетках и повышается в жировых клетках. Вот вам еще одно обоснование всех моих рекомендаций. Кардиотренировка сразу после силовой тренировки также понижает чувствительность к инсулину в мышечных клетках. И не важно, будет она классическая или интервальная. Правды ради скажу, что классическая понизит чувствительность к инсулину в большей степени, нежели интервальная. И в любое другое время, особенно утром перед завтраком, сразу после пробуждения. 20-минутная интервальная кардиосессия в отдельный от силового день не будет отрицательно влиять на чувствительность к инсулину в мышечных клетках. Давайте в дальнейшем будем говорить именно о пропорциональном соотношении, полезном для нас с вами, когда чувствительность к инсулину в мышечных клетках повышается, а в жировых клетках понижается. Эта пропорция ухудшается, когда мы проводим интенсивные, тяжелые силовые тренировки. Очень часто. Не давая мышечной системе и всем другим достаточно времени на полноценное восстановление. Опять-таки, к вопросу о перетренированности. Не забывайте, что сухожилия и связки восстанавливаются вдвое дольше, чем мышцы. А центральной нервной системе также необходим отдых. Именно поэтому очень важно после полутора-двух лет начального силового тренинга переходить на периодизационные циклы. Но, обращаю ваше внимание, периодизация не должна быть такой, какой используют большинство, при которой вы несколько месяцев тренируетесь на силу, затем несколько месяцев на массу и затем еще несколько месяцев на рельеф. Нет, друзья, такой подход тоже отрицательно сказывается на всех системах организма в целом и на чувствительности к инсулину в мышечных клетках в частности. Лучший подход – это когда каждая новая тренировка на одну и ту же мышечную группу носит совершенно иной характер. Сейчас мы говорим о окислительных мышечных волокнах, промежуточных и гликолитических, а также тренировках на силу. Запоминаем как аксиому. Совмещение в один день аэробного и анаэробного тренинга, когда после работы с железом вы продолжительное время выполняете классическое кардио, приводит к резкому понижению чувствительности к инсулину в мышечных клетках и повышает ее в жировых. Чем выше чувствительность к инсулину в мышечных клетках и ниже в жировых, тем больше мышечной массы мы сможем набрать и больше жира сжечь. Особенно это касается натурального бодибилдинга. Я уверен, что все вы уже сами догадались об этом. Фармакология сама по себе делает за нас эту работу. Но если вы натурал и боретесь за каждый лишний грамм сухой мышечной массы, вы просто обязаны взять на вооружение чувствительность к инсулину. После тренировки нам крайне важно, чтобы всплески инсулина в крови происходили сразу непосредственно после тренировки, чтобы питательные вещества наполняли жаждущие их мышечные клетки. После тренировочный выброс инсулина должен быть самым мощным. Еще два всплеска поменьше нужно устраивать в течение дня, чтобы целенаправленно растить мышцы и не набирать жир. Вот для этого нам на помощь и приходит именно инсулиновый индекс, а не гликемический. Как могло подумать раньше основное большинство. Я, кстати, тоже раньше так думал. Теперь вы знаете, что гликемический индекс показывает, как быстро будет подниматься сахар крови после приема углеводов. Чем выше гликемический индекс продукта, тем быстрее поднимается уровень сахара крови. Но когда выяснилось, что есть продукты с низким гликемическим индексом, но которые также способны поднимать сахар крови, стало ясно, что гликемический индекс не всегда равен инсулиновому. Так что, друзья, не скорость усвоения углеводов нам надо мерить, а саму инсулиновую реакцию на ту или иную пищу. Есть и другие факторы, помимо углеводов и скорости их усвоения, влияющие на выброс инсулина. Грамотно применяя инсулиновый индекс, мы можем позволить себе есть больше разнообразия продуктов, чем считалось раньше. Главное понимать, когда нам необходим инсулиновый выброс. После тренировки. А когда просто противопоказом. Вечером перед сном. Используя оба индекса, инсулиновый и гликемический, мы можем делать все более осознанно и целенаправленно. Смотрите, молоко имеет низкий гликемический индекс, но высокий, инсулиновый, как в принципе и вся молочка. Значит, она не годится, когда мы хотим держать инсулин на низком уровне. Так как, несмотря на то, что по гликемическому индексу она не опасна с точки зрения резкого увеличения сахара крови, но из-за высокого инсулинового индекса она все равно приведет к выбросу инсулина. Пусть и не сразу после того, как мы выпьем молоко или съедим молочку. Точно так же, если вы употребите в обед пищу, богатую протеинами и углеводами, либо бобовые с соусами, пищу, содержащую рафинированные сахара и жиры, не произойдет резкого увеличения сахара крови и выброса инсулина из-за низкого гликемического индекса. Но опять-таки, смотрите, из-за высокого инсулинового индекса к вечеру произойдет инсулиновый скачок, чего нам как раз-таки и следует избегать. А вот поесть эту пищу перед тренировкой часа за два-три будет хорошим способом поднять инсулин именно по окончании тренировки, что нам с вами и нужно. Понимаете? Как раз-таки, понимая все эти процессы, мы можем четко контролировать, регулировать все процессы, которые будут помогать нам строить сухое и мощное тело. Понимаете, почему большинство не может похудеть? Исходя из всего вышесказанного, многие могут подумать, что есть можно все. Главное знать, когда, но это не совсем так. Пищу, богатую трансжирами, следует избегать как огня всю жизнь, ибо наш организм реагирует на эти виды жиров, мутантов, только одним способом, отправляя все сразу в жировые депо. И извлечь эти трансжиры из этих запасников – задача практически нереальная для простого человека, особенно ребенка. Поэтому подумайте 10 тысяч раз, что лучше и проще для вас – объяснить своему ребенку, что и как обстоит в вопросах питания, и как это скажется на его здоровье в будущем. Или податься его просьбам, уговорам съесть что-то подобное. Вот еще один медицинский факт для вашего понимания важности правильного питания ребенка. В детском возрасте наш организм увеличивает жировые запасы путем увеличения количества жировых клеток. В то время, как во взрослом возрасте мы набираем жирок уже за счет увеличения имеющихся у нас с вами жировых клеток, за счет их увеличения в размерах. Понимаете, как опасно для ребенка неправильное питание, переедание, сладкие газированные напитки и фастфуд. Позволяя ребенку питаться подобным образом, мы просто программируем его на диабет второго типа и ожирение. Вот почему следующее, что следует исключить навсегда из своего рациона – это сладкая газировка, которая активирует инсулин на отправку всего и вся именно в жировые клетки, понижая чувствительность к инсулину в мышечных клетках. Стопроцентный факт – всего за месяц постоянного приема сладкой газировки начинается ожирение. Необработанные крупы и хлопья, богатые волокнами, фрукты и овощи хороши по обоим индексам. И все источники протеинов с низким содержанием жира. Получилось довольно долго. И, как я понимаю, информация еще более сложная для восприятия, чем в первой части. Поэтому, друзья, я оставлю еще информации на третью часть. Просто для того, чтобы мы более грамотно понимали и разбирались во всех процессах, связанных с инсулином. Пересматривайте эти выпуски, читайте статью на моем сайте HM Gym. А в третьем выпуске я вам расскажу еще о заковырках питания, расскажу о фруктозе, расскажу о том, как правильно составлять для себя суточный рацион, сколько приемов пищи должно быть, и что конкретно в каждой из этих приемов пищи есть.